Дорогие друзья, я хочу сказать несколько слов о произведении моего сочинения. Это четыре пьесы для флейты и фортепиано, которые мы записали в прекрасном исполнении флейтистки Анны Брюсовой и пианистки Александры Курицыной. Эти две девушки только что закончили Московскую консерваторию летом 2020 года, поступили в аспирантуру, и они учились у меня по камерному ансамблю, а Анна Брюсова закончила по классу Ольги Ивушейковой, а Александра Курицына по классу Михаила Дубова консерваторию. И вот просто несколько слов, которые мне приходят в голову про это сочинение. Во-первых, эти четыре пьесы являются частью большого цикла для флейты и фортепиано. Десять пьес, восемь пьес играются на флейте и фортепиано, одна девятая играется на флейте соло, десятая фортепианная пьеса сольная. Такой вот труп в конце получается неполный, неполный представлен даже такой состав. И я расскажу, как я создавал это произведение, потому что мне приятно. Я заканчивал консерваторию с этим произведением. Это был мой дипломный экзамен по камерному, камерный дипломный экзамен. Композиторы, и тогда, и сейчас, в 83-м году я закончил, композиторы должны были, так сказать, представить свои работы в двух жанрах – в симфоническом и в камерном. В симфоническом у меня была кантата для баритона и оркестра, на слова Эдуарда Багрицкого «Ночь». А вот с камерным ансамблем получилось непросто. Я совершенно не умел и не любил организовывать исполнение своих сочинений. И как-то, в общем, получалось так, что ничего не получалось во многом моей вине. Я не осознавал эту вину. Я написал довольно большую такую вещь – три русские народные песни для камерного оркестра. Оркестр собрать не смог. Потом у меня были хоры. Как-то получилось, что я даже хор собрался, а я почему-то не пришел, не понял, что они собрались. И, в общем, в конце концов, по моей вине, за день до камерного экзамена выясняется, что мне нечего играть. Камерный экзамен – это сочинение для двух, трех или больше исполнителей. А поскольку весь пятый курс было довольно мало предметов, я обладал огромным количеством свободного времени, то я просто сочинял в стол, так сказать, впрок какие-то произведения. Я начал с октября 1982 года или с ноября. У меня была четырехручная пьеса, медаль. У меня был струнный квартет. И у меня были десять пьес для флейта и фортепиано, которые я просто написал не для кого, вот в стол, чтобы, так сказать, тренироваться в написании, в сочинении музыки. Исполнителем этих пьес был на дипломном камерном экзамене великий флейтист Александр Васильевич Корнеев. 1930 года рождения, умер он в 1910 году, 31 августа он умер. Мы познакомились с ним в 1980 году, то есть за три года до моего экзамена. Ко мне подошел мой однокурсник, или почти однокурсник, квартан Ерицан. Сейчас его имя Николай, он принял православное крещение. И тогда он был вартаном и сказал, я написал флейтовую сонату, и ее хочет сыграть Александр Васильевич Корнеев. Сыграй партию фортепиано. Мне было интересно сыграть с профессором консерватории, великим человеком, который играл премьеру флейтовой сонаты, Прокофьева, ни больше, ни меньше. Нет, не премьеру, простите. Премьеру играл Харьковский или Харьковский с Рихтером. А Корнеев играл потом, по-моему, тоже с Рихтером. Но одним словом, Корнеев постоянно играл все сочинения для флейты, которые писались московскими и зарубежными современными композиторами. Мне было приятно пообщаться с великим музыкантом. Мы сыграли эту сонату. С тех пор, в течение 1981-1982 годов, Корнеев часто подходил ко мне или звонил и просил что-то саккомпанировать ему. У нас было такое творческое сотрудничество, для меня почетное. И поскольку он очень быстро учил, я пришел к нему в класс за день до экзамена. Это был разгар сессии. Помню, сейчас пятый класс консерватории на первом этаже. У него была очередь, сидела из флейтистов, кто-то готовился что-то сыграть. Я говорю, Александр Васильевич, спасайте меня. У меня завтра экзамен государственный. Играть нечего. Только вся надежда на вас. У меня есть вот 10 пьес для флейта и фортепиано. Может быть, вы сыграете их завтра в Рахманиновском зале. Он так мгновенно сказал. Да, 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 конечно, конечно, сыграю. Ну-ка, достал флейту. Подождите, ребят, подождите, подождите, сейчас. Давайте попробуем. Партия есть? Партии нет. Я по клавиру сыграю. Я буду подглядывать на твой пипитр. Давай, 10 пьес, подожди-ка, они длинные, да? Может, не все 10? А сколько? Ну, ты мне кивнёшь на сцене, кивнёшь, когда хватит. И вот мы с ним начали играть первую пьесу. Доиграли до половины. Он говорит, ну, хорошо, понятно, понятно. Давай там на сцене сообразим, сообразим, сообразим на сцене. Вот так вот. И начал заниматься со своими ребятами. И вот у меня совершенно не было чувства, что какая-то недоученность. Когда мы играли на сцене, всё было прекрасно. Была сыграна каждая нота с его стороны. Хотя он стоял и играл с листа по партии фортепиано. Я, естественно, играл, так сказать, всё точно, потому что я играл, засочинял эту музыку. Успех был большой. И мне поставили пять с плюсом. Прекрасно. Были отзывы об этом сочинении. Потом четыре пьесы. И, кстати, в четвёртую пьесу, когда мы сыграли, то он так попросительно посмотрел на меня. И я, так сказать, встал и сказал, хватит. Я почувствовал, что это достаточно. Такой цикл из четырёх частей. Классическая сюита. Может быть, четырёхчастный сонатный цикл. Как-то было достаточно. Ощущение было такое, что хватит. И вот такая почти импровизация. Мало кто об этом знал. Для меня это был признак доказательства высшего класса Александра Васильевича Корнеева, которому я до сих пор благодарен. Мы с ним немножко сотрудничали и после этого экзамена. Потом меньше. И вдруг, когда мне было 50 лет, 29 августа 2010 года, раздаётся звонок. Мы не общались лет 10. Ваня Покевет, это Корнеев. Я поздравляю тебя с 50-летием. Александр Васильевич, я говорю, откуда вы знаете? А у меня справочник Союза есть. Он играл всех почти членов Союза. Он смотрел регулярно, у кого юбилей. И вот звонил, там же телефоны. Он увидел, мой телефон увидел, что у меня юбилей. Позвонил мне 29 августа, а 31-го скончался. Я вдруг узнаю, уже у него было плохое сердце. Он ездил в колясочке, поехал на заседание кафедры. Жена Ирины Георгиевны спустила его в лифте вниз. И он выехал из лифта и умер. Вот так это произошло. Поэтому я помню точно и дату, и такой как бы монолог памяти Александра Васильевича Корнеева, великого флейтиста. Для меня он всю жизнь останется образцом артиста, художника и поэта-флейты. А пьесы потом имели успех. Я в тот момент как-то немножко испытывал метание. Я метался между стилем Сидельникова, моего профессора по композиции, и стилем Эдисона Васильевича Денисова, который преподавал у меня инструментовку, и к которому, конечно, тоже мы все относились как к учителю по композиции. Все композиторы носили ему свои сочинения, партитуры. Это была школа композиции. И оба были очень жесткими людьми. Сидельников не требовал, чтобы сочиняли в его стиле. Но он как-то отметал все, что ему не нравилось очень резко. Когда я принес Сидельникову сочинение в стиле Денисова, он сказал, ну ты хорошую партитурную бумагу испачкал. И я не как-то немножко испугался. Я понял, что это была школа смирения. И я в эту школу стал проходить. Я стал делать то, что он хочет. И абсолютно наступать на горло сознательно собственной песни. Но потом вот эти флитовые пьесы, которые я писал, не показывая ему, я их ему не показывал, я уже решил написать в стиле Денисова. Вот то, что вы слышали или послушаете в этих записях, в этих пьесах, это мой взгляд, моя трактовка того стиля, в котором писал Ильич Денисов в 80-е годы. Но я, конечно же, не совсем, так сказать, точно, не старался абсолютно точно копировать. Вот, например, у Сергея Павленко есть такая пьеса для фагота и фортепиано. Она называется «Подражание Денисову». Я её играл с Валерием Сергеевичем Поповым, фаготистом величайшим тоже. И здесь, хотя я считал, что это прекрасная музыка, которую пишет Денисов, и сейчас считаю, но всё-таки мне хотелось и своё что-то давать. И поэтому я помню, что меня принимали в Союз композиторов, там сидела такая большая комиссия, правление всё, человек 20. Вот, я эти в пьесы показал, они прозвучали в записи, в той самой чтении с листа, в кавычках, Корнеева. Потом было обсуждение, мне рассказывали. Значит, первым руку поднял и сказал, что это прекрасная музыка, и надо принять в Союз, никогда не угадаете кто. Давид Тухманов, автор песни «День Победы», «День Победы». Вот, он сейчас живёт в Германии. И никто даже как-то не ожидал, все удивились, что вот такой композитор-песенник проявил такое, значит, рвение. Потом был один голос даже против, Марк Мильман, мне сообщили, такой академический композитор, ученик Шостаковича, преподавал камерный ансамбль в консерватории. А Денисов выступил и сказал, это очень хорошая музыка, очень хорошая музыка. Надо обязательно принять. Вот такое очень четкое, конструктивное выступление, положительное, за что я ему благодарен. То, что мне передали. И неудивительно, что он так сказал, потому что здесь много было того, что он писал. Вот такая немножко, во-первых, французская. Французское обращение к флейте вообще это французская вещь. У русских композиторов 19 века вообще ничего нет для флейте соло, с фортепиано. Это был оркестровый, а не камерный инструмент. И только в 20 веке посмотрите, не у Прокофьева, не у Шостаковича. У Прокофьева есть флейтовая соната, но она написана потому, что он жил во Франции. Потому что он видел во Франции эту любовь к флейте. И он решил, вот он эту стену пробил после флейтовой сонаты Прокофьева. Шостаковича нет флейтовой. У Хачатуряна нет. У Кабалевского нет. После Прокофьевской сонаты пошли потихонечку флейтовые сонаты в советской музыке. Так-таки Швили прекрасная соната, Николаева, Алексея Александровича, сонатина, по-моему, и многие другие. И, конечно же, Денисов. Очень любил флейту. Он любил Францию, прекрасно говорил по-французски. Был знаком с Рампалем, лично с Николе, великими французскими флейтистами. И вот это мое первое обращение к флейте. Таким образом, вот состоялось десять пьес. Четыре из них были сыграны нами тогда, сейчас Анной и Александрой, Анной Брюсовой, Александрой Курицыной. И шесть пьес пока ждут своего первого исполнения. Может быть, когда-то они состоятся. Вот, слушайте, дорогие друзья, и сравнивайте то, что я делал в 1983 году, и то, как сейчас развивается мое творчество. То, что я делаю уже несколько десятилетий спустя. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok